В нашей стране стремительно растет производство овощей в теплицах. За последние пять лет инвестиции в тепличные проекты превысили 200 миллиардов рублей. Построено более 1100 гектаров теплиц. И в 2020 году, по прогнозам специалистов России, соберут рекордный урожай овощей закрытого грунта. Свой весомый вклад в общероссийский урожай вносят и кубанские овощеводы. Смотрите наш репортаж из станицы Анастасиевской. Выращивание овощей относится к перспективным направлениям в развитии личных подсобных хозяйств. Свежие овощи пользуются стабильным спросом в любое время года, а не особенно в цене в межсезонье. При грамотном и неравнодушном отношении к делу можно обеспечивать земляков свежими овощами и при этом неплохо зарабатывать. Около 20 лет занимаются овощеводством Анастасиевцы, Владимир и Людмила Стратий. Начинали, конечно, с малого. Постепенно пришел опыт. Государство помогло им, субсидировав постройку теплиц. На 20 сотках закрытого грунта они выращивают около 8 тысяч корней помидоров лучших сортов. У нас не было оранжерей, просто пленочные. Потом постепенно, постепенно ставили оранжерей, учились всему, кого-то спрашивали, кто-то где-то рассказывал, где-то читали, вычитывали. Но все равно, каждый год все равно что-то новое. Новые болезни, новые удобрения, новые препараты. Это все нужно обобщать, это надо пробовать. Овощеводы все время находят новые сорта томатов, опробируя их и отбирая лучшие из лучших. Со сбытом проблем нет, потому что те, кто занимается торговлей, их уже хорошо знают и охотно покупают их продукцию. У Сергея Погребняка привычка к земледельческому труду с детства. В его трудовой биографии есть и работа на строительстве, но обстоятельства сложились так, что он сделал ставку на выращивание овощей на собственном огороде. Это твой труд, это то, во что ты вкладываешь душу. Поэтому мне это нравится, просто по душе. И, наверное, у каждого свое призвание, поэтому ближе был к земле. Конечно, ему помогают все родственники. Площадь обрабатываемой земли немаленькая. Есть теплица, в которую проведено капельное рашение. Очень много появляется теплиц, это прям как грибы после дождя они появляются. То есть люди начинают поднимать потихоньку сельское хозяйство. С одной стороны это и радостно, а с другой стороны это, конечно же, конкуренция. Поэтому тут уже ты не на количество работаешь, ты уже работаешь на качество. Потому что люди сейчас требовательны к качеству, это очень сильно заметно. Они стараются выращивать как можно более широкий овощной ассортимент, куда входят огурцы, помидоры, капуста, картошка, баклажаны, салат, зелень. Это делается для того, чтобы покупатель, подойдя к их прилавку, смог купить себе все, что необходимо. Когда продаешь свою продукцию самостоятельно, то более ярко проявляется обратная связь с потребителем. Более очевидно, что требуется покупателю. В планах тружеников личного подсобного хозяйства расширение производства ягод, которые очень востребованы в нашем курортном крае. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.